Мой первый комментарий будет следующим. И я боюсь, что ситуация не настолько проста и настолько однозначна, как все бы мы на это хотели надеяться. Да, слайды мы сейчас ваши видим. Я тоже хочу видеть слайды, да, с тем, чтобы я мог продолжать выступать. Итак, причина, по которой я в основном говорю о регистрации, заключается в том, что я работаю с 2000 года, я, переводчик, вынужден извиниться, звук очень плохой от докладчика, к сожалению, перевод возможен только частичный. Итак, я работаю в области исследования онкозаболеваний и, к сожалению... Извините, перевод невозможен. Итак, к сожалению, несмотря на то, что я бы хотела быть гораздо более позитивным, но при этом мой опыт говорит о том, что нам все еще необходимы огромные усилия для того, чтобы убедить страны и правительство стран, многих стран в том, что существует необходимость в определенных преимуществах развития очень высокого качества регистрационных программ и регистров. Слайды у меня не меняются, к сожалению. Если вы видите все эти видео, если вы видите все представители, то есть один представитель с названием студии... 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 Ну, вы можете просто спросить, и они будут... ...меньшите слайды. Мы переходим на вторую слайду. И, в основном, это просто заявление о том, что Фредди уже сказал, что в большинстве страны из Азии, мы имеем увеличивающую цену. Вы можете видеть из этой слайды, что только три страны, где не менее 50%... ...меньшите слайды и старые. ...меньшите слайды,, ноябли con California. То есть для многих стран. У нас в многих странах, на несколько странах... ...меньшите слайды. ...меньшите слайды. Но даже в США и в Китае... ...меньшите слайды... Сейчас у нас очень высокое время. И давайте посмотрим на следующий слайд, пожалуйста. Антон, вы можете все это организовать, чтобы слайд у меня менялся? Хорошо. Итак, мы действительно очень серьезно зависим от тех данных и от тех оценок, которые проводятся на региональном и на глобальном уровне. И во многих странах, во многих регионах Азии, например, мы все еще хотели бы, так скажем, некого улучшения. Давайте посмотрим на глобальную ситуацию. И если вы посмотрите, например, сюда, здесь у нас будет гораздо меньшее время, меньшее инцидентность в странах Азиатского региона, включая страны бывшего СССР по сравнению с Европой. Но при этом ситуация в Корее, например, она показывает нам очень четко, что в будущем у нас будет гораздо больше случаев рака, то есть будет прирост в онкозаболеваниях. И, скорее всего, мы сейчас недооцениваем их бремя в огромной степени. Если вы посмотрите на летальность, то, к сожалению, мы с вами четко можем увидеть, что они соотносятся с странами очень высокого дохода в Европе. У нас очень высокая летальность, и мы связываемся с еще более, мы связываем, у нас еще более высокая проблема, более тяжелая ситуация в Китае, например. Конечно же, все это зависит от типа рака, например, рак печени или рак легкого. Они также связаны с очень плохим прогнозом, соответственно, у них очень высокая летальность. И надо сказать, что по всему миру также мы сталкиваемся с очень серьезной глобальной проблемой летальности и того, как мы должны справляться с этими вызовами. Безусловно, нам нужны очень высокого качества данные, прежде всего, на которых мы можем опираться. Итак, для этих данных мы должны прежде всего иметь адекватные регистры, адекватные процедуры регистрации. Я могу сказать, что один из слайдов Арианы показывал, что Казахстан и Узбекистан, и также Киргизстан и Египет, да, как страны, я, насколько знаю, там регистров не существует, потому что я ездил туда много-много раз, Казахстан, Таджикистан в Египте, я был пять раз, например. Я знаю прекрасно, что у них была возможность, когда Египет, например, когда он входил в группу восточно-средиземноморскую группу исследовательскую, у них был какой-то регистр, но он закончился, и он пропал раз и навсегда. И на данный момент она также говорила о Киргизстане, и наш хороший друг, который отвечает за регистрацию там, но, к сожалению, поскольку она шла в декрет, она не работала приблизительно три года, и я не могу гарантировать, что там есть какие-либо данные, собирались эти данные за три года, и, соответственно, когда у вас будет последняя СИА-5, вы включаете также Узбекистан. Я туда сам ездила, я могу вам абсолютно четко сказать, что у них гораздо больше им требуется поддержки от правительства, от международных организаций, от абсолютно всех организаций, которые работают с клиницистами, с врачами, потому что данные собираются некорректно на данный момент, и я могу сказать, что вот этот слайд, который представляет страны азиатского региона, у нас абсолютно разные теологические факторы. Если вы поедете в Японию, то в этом случае там будет огромное количество рака желудка, инцидентность очень высокая, опять-таки в Китае она будет очень низкой, в Таиланде она будет зависеть от севера или юга, например, там будут разные теологии, разные заболевания, и, безусловно, нам необходимы популяционные регистры на разных уровнях, которые бы собирали нам данные и давали бы нам точную картину времени в разных странах этого региона. Итак, соответственно, нам нужно прежде всего оценивать создание регистров, популяционных регистров, и именно поэтому вот эта моя оценка, текущая ситуация, она прежде всего оценена на ситуации CI-5-11. Здесь у нас хорошая ситуация по Европе, в большинстве, приблизительно половина стран европейского региона, у них очень хорошее покрытие, регистрация и сбор данных выглядит достаточно хорошо. Здесь вы видите Корею, Сингапур, и здесь Брунай также включен в эту карту. Мы видим, безусловно, что за последние несколько лет Китай также как-то оживился. За последние пять лет от пяти он перешел до тридцати девяти, и это то, что касается покрытия регистрации. Вы видите, у них популяционных регистров тридцать девять. Вы видите, Япония, и Корея, и Китай, и Индия стали подтягиваться в Индии. У нас очень хорошо организованная, очень хорошо созданная национальная программа онкорегистрации. И то, что касается всей этой сети, у нас есть определенные страны, такие как Индия, Китай, Япония, Таиланд. Вот в Таиланде, например, у нас восемь или девять, например, регистров. Если вы будете двигаться дальше, например, и поедете в Индонезию, то там у нас не очень хорошая ситуация. Во Вьетнаме есть регистр, потому что он существует, но есть проблема с финансированием. У нас есть ситуация в Филиппинах, где у нас два регистра, и если правительство будет дальше развивать эти планы и будет поддерживать эти регистры, то в этом случае они разовьются во что-то действительно значимое. И возможность одного регистра, я очень прошу прощения, я очень четко и жестко сейчас описываю ситуацию, но, тем не менее, у нас ситуация может быть связана просто, например, с тем, что на пенсию выходит очень активный участник этой программы регистрации, и все может рушиться, потому что эти регистры недостаточно на, так скажем, правительственном уровне находятся. И проблема заключается в том, что нам необходимо прежде всего правительственное участие. Нам нужно убедить правительство стран этого региона в том, что программа по регистрации является крайне важной на национальном, на популяционном и на международном уровнях. И в Японии на данный момент они гораздо более успешны, потому что они прям соревнуются с Кореей. Мы знаем, что в Китае правительственное участие есть, но во всех остальных странах этого региона эта ситуация не наблюдается, и нам она абсолютно необходима. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Я не так давно был сам, я сам участвовал в принятии решений в Индонезии, и за последние 25 лет не было никакого движения в этом регионе, только на границе с Таиландом, в Таиланде, извините, где у них очень хорошие регистры, и данные достаточны для того, чтобы включать его все опять. И надо сказать, что очень много поддержки сегодня нам необходим от правительственных кругов, и в Индонезии, на самом деле, это один из таких примеров. Я работал сам с дамой, которая занимается регистрацией в Чикаго, и таким образом я получил доступ к популяционным регистрам по 14 провинциям. Как вы видите, здесь несколько, так скажем, оценок Global Can по ситуации заболеваемости для мужчин и женщин, и вы, скорее всего, заметите, что приблизительно 70% связаны с меньше, чем 30%, то есть, соответственно, у нас здесь 134 на 100 тысяч среди мужчин и женщин. Я думаю, что данные недостаточно точные для того, чтобы их включать в CI5. Соответственно, эти данные сейчас сырые, и уйдет очень много времени на то, чтобы их каким-то образом улучшить, их качество, и мы смогли бы его включать в CI5. И вот это как раз частично, так скажем, частичная история успеха. То есть, с одной стороны, они запустили регистрацию, на данный момент качества данных недостаточно, и им необходима также поддержка со стороны правительства для того, чтобы собирать адекватного качества данные. К сожалению, в регистрационном отделе Национального института РАКа у них всего лишь 7 человек работает на 100 с лишним миллионов населения. И, соответственно, у нас слишком мало рук просто, которые смогли бы эффективно работать и эффективно выполнять эту задачу. Соответственно, мы должны сфокусироваться в этом регионе на том, чтобы убедить правительство начать как-то вмешиваться и участвовать в этой области. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, я думаю, что один из основных факторов, который мы должны в этих странах принимать внимание, это относительную летальность. И, соответственно, существуют две публикации, к которым у вас есть доступ. Это, прежде всего, увеличение РМЖ в Сингапуре, например, в Таиланде, и также другие типы онкозаболеваний, которые связаны с плохим прогнозом, такие как рак легкого, например, и РМЖ, и циррикальный рак, и рак прямой кишки. И вот эта ситуация в регионе на данный момент. И сейчас я хотел бы сравнить инцидентность и летальность для основных онкозаболеваний в азиатском регионе. Давайте посмотрим на следующий слайд. И первый, безусловно, это рак ротовой полости, ротоглотки. Вот посмотрите, здесь у нас серьезная ситуация в Южноазиатском регионе. Мы, конечно, знаем, что не все они являются раком ротовой полости. Это рак губы, это фарингеальный рак, это в Китае, например, и частично в Таиланде, это либо другие локализации также, потому что это очень сильно зависит от локализации, и факторы риска также зависят. Вы видите здесь также ситуацию в других регионах, в Белоруссии, например, у нас очень высокая проблема, очень серьезное бремя, да, рака, это локализация также. В основном это связано с тем, что они очень много находятся на ультрафиолете, с ультрафиолетовым облучением. И именно поэтому я всегда подчеркиваю, что нам необходима лучшая, так скажем, гистопатология, и нам необходимо развивать это в Киргизстане, например, для того, чтобы, опять-таки, для того, чтобы адекватно делать диагностику, и, опять-таки, адекватно собирать данные. Потому что, надо сказать, что эти онкозаболевания, они, опять-таки, связаны с очень плохой выживаемостью. И если мы с вами посмотрим на следующий слайд, то здесь мы говорим, опять-таки, о очень высокой встречаемости. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы с вами посмотрим на Иран, от Ирана до Китая, вот на эту часть азиатского региона, то я могу сказать, что эти данные показывают нам данные по всем странам. Но если вы посмотрите на трансграничную ситуацию, да, вот это регион низкого времени рафрагиального рака. Если вы посмотрите на очень... на ракопищевода, извините. Вот здесь у нас как раз ситуация, которая также захватывает кусок региона, да. Это в Китае, например, очень высокое бремя, а в Иране оно будет гораздо ниже. И мы включаем, например, такой регион, как Шанхай, который, несмотря на высокое бремя, в Китае имеет низкое бремя. Вот конкретно регион Шанхая. Вот, соответственно, вот это популяционные регистры, которые нам так необходимы. Если говорить о случаях зигальных раков, у нас имеется высокая частота раков в Великобритании и также высокая частота их в Японии. И это не могут быть одинаковые опухоли. Есть аденокарциномы в Великобритании и аденокарциномы в Японии. То есть, другими словами, я хочу подчеркнуть необходимость патопарфологического исследования. Рак желудка также часто встречается в странах Дальнего Востока, включая Японию, Корею и Китай. И то, что было сказано, имеется относительно высокая частота неблагоприятного прогноза, который мы отмечаем, в частности, в Центральной Азии и Восточной Европе, где также имеется достаточно высокая встречаемость смертности из-за рака желудка. И, извините, и следующий слайд, будьте добры. Мы должны были прийти к слайду с раком желудка, Антон. Ага. Да, хорошо. И на самом деле рак желудка, его частота снижается. Я использую данные, которые говорят о том, что во многих странах его частота растет по причинам, в частности, воздействия соли и других факторов, таких как Япония и Корея. Также на некоторых странах он и снижается. Следующий слайд, будьте добры, в случае колоректального рака мы наблюдаем максимальную частоту в странах Западного мира, но также он имеется и в Японии с высокой частотой. И, возможно, мы увидим по данным, показанным справа, в графиках, что имеется относительное увеличение частоты колоректального рака в странах Азии. И это станет проблемой в будущем. Нам нужно, естественно, думать относительно внедрения скринговых программ, например, в Таиланде. И этот слайд, это, естественно, рак легких. И, как уже было показано, это результаты, связанные с курением и с программой по борьбе с курением. Во многих странах Азии не курящие женщины, у них также имеется относительно высокий риск данных на карцином и легких. Если посмотреть на две карты справа, здесь, соответственно, есть женщины, а слева мужчины. И мы видим, что в случае мужчин наблюдается преобладание плоскоклеточной карциномы. В некоторых странах, не всех, в частности, в Японии. В случае рака у женщин, это могут быть все практически андокарциномы. И они не всегда связаны с курением табака. Хотя, конечно, какая-то доля к этому и относится. И, естественно, эти вопросы нужно исследовать и проводить публиционные исследования рака. РМЖ, его частота растет везде. И он не подошел к уровню частоты, который мы видим там на 100 тысяч, который мы видим в странах Западной Европы. Но мы можем предположить, или мы можем ожидать, что в будущем, если говорить об этой конкурте пациента, что если его частота будет нарастать в Азии, и, естественно, пик случаев РМЖ наблюдается возле 45-50 лет, в отличие от группы 80-85 в Западном мире. Таким образом, мы можем ожидать рост РМЖ, а также достаточно серьезный рост. Следующий слайд. И мы надеемся, что частота рака шейки матки будет снижаться. И в Индии, где нет скринговой программы, там нет публиционной скринговой программы, поскольку она нужна, поскольку рак шейки матки частично связан с программами работы в учреждениях здравоохранения. И мы надеемся, что благодаря внедрению таких программ он будет снижаться. И в частности, благодаря внедрению вакцинации, и будет меньше таких случаев, мы также можем увидеть, что он будет представлять собой проблему, которую мы должны будем прожать, проблему, когда мы будем справляться вследствие наблюдения. Давайте следующий слайд. Да, у вас есть время еще. Итак, буквально нескольких минут я хотел посвятить теме онкологических регистров. Мы и исследовательские группы, они занимаются не только организацией регистров, также проведением исследований. В частности, мой опыт касается работы в Таиланде с доктором Супани, и благодаря ее деятельности они очень активно занимались эпидемиологией рака, изучали различные факторы. Они изучали такие факторы, как контроль за оборотом табака, и также изучали результаты внедрения скрининговых программ. И поскольку все с большим когортом изделения, благодаря этим большим когортом они смогли провести целый ряд дополнительных исследований. Оценка групп риска, мониторинг и скрининг, мы все можем их проводить частично с помощью онкорегистров. И я хотел бы сказать, что это также, возможно, будет полезно для клинической пневмологии, поскольку мы должны включать клиницистов с тем, чтобы они оказывали нам поддержку, и что позволит нам развивать дальнейшую проблематику регистрации онкологических заболеваний. И у нас также имеется международная социация онкорегистров. Это очень хорошо. Это международное социальничество. По сути, оно основано и находится в Лионе. И поскольку они должны существовать как независимая организация, и у нас имеются североамериканские коллеги, и также в Европе у нас очень хорошие коллеги и хорошая организация. Но вот здесь, в Азии, можем ли мы воспроизвести и повторить такую эффективную организацию. Это тема, которая требует дальнейшего обсуждения. И, как вы уже, возможно, слышали, и как Риана сказала, у нас имеются хабы в ИСМИ и в Мумбаи. И, кроме этого, мы подписали соглашение с Китаем, Кореей, Японией, организацией со следовательскими центрами, которые могут работать с нами, скажем так, совместно. И позволят сделать очень хорошую работу для организации проведения тренингов. И я надеюсь, что этот опыт будет расширяться. Единственная проблема заключается в том, что я работал в Японии, работал в Тау-Ланде, работал в Корее. И у меня есть очень хорошие коллеги и друзья во всех этих странах, но и также в Китае. Но они обычно работают, скажем так, самостоятельно и изучают свою собственную работу, но скорее не совместные усилия. И я надеюсь, что создание таких хабов, возможно, поможет нам координировать их усилия. У нас есть также хорошие регистры в Индии и в Китае, которые уже запущены и работают. И каково будет их роликовый вклад, этот вопрос остается открытым. Итак, мы в EPGCP, мы, по сути, вважаем информацию, которая позволит нам показывать ситуацию с развитиям рака и сравнивать ситуацию с в 2000-х и в 2010-м году по азиатскому региону. И мы пытались уделить больше внимания проблеме регистрации онкологических заболеваний. И как Асмоберг порекомендовал, что мы должны публиковать результаты нашей работы для того, чтобы, по сути, показать результаты, эти данные, которые мы получили. И есть такие страны, такие как Казахстан, например, мы там много лет работаем. У нас в предсказательстве или две трети работ было опубликовано. И где-то порядка 12, и две трети из них будут опубликованы в EPGCP благодаря нашему взаимодействию. То же самое относится к региону Юго-Восточной Азии. Вы видите, процент публикаций, он достаточно высок для всех стран, но, конечно, не в таких странах, как Япония, поскольку они имеют возможность публиковаться в высококачественных рецензируемых журналах. То, что мы пытаемся делать, пытаемся продвигать тему онкорегистров и показывать данные, показывать информацию об этом для правительства. И, к сожалению, опять же, мы потеряли... Мы вместе с Максом мы создали еще одно дополнение для международного регистра, международного ассоциации онкорегистров. И это основано на данных конференции 10-го года в Экогаме. И мы были первыми... Это был первый важный, скажем так, шаг в сторону создания азиатской сети. И, к сожалению, эта работа закончилась, скажем так, неудачей, поскольку там кандидаты для, скажем так, организации точки присутствия этого хаба, они, к сожалению, конкурировали, и эта работа не удалось. Далее мы начали работать с Таиландом в 2014 году, и мы в 2018 году, через 4 года, мы провели, естественно, более успешное совещание, когда было принято решение, что будет создана азиатская онкосеть с центром в Таиланде. Но, опять же, пока это не удалось по разным причинам. Естественно, существует масса финансовых соображений и ресурсных соображений. Но нам нужно продолжать, скажем так, заниматься этой проблемой, и нам нужно привлекать все заинтересованные стороны, вот, которые показаны слева, для того, чтобы они работали вместе с ВОЗ, с ИАРК и с другими онкоассоциациями и организациями. Нам нужно работать вместе, но, к сожалению, мой опыт при работе с азиатскими организациями говорит о том, что нам все-таки требуется, все-таки необходимо создать механизм бюджетирования. Нам нужно управлять, и нам нужно получить возможность для того, чтобы получить больше доказательств, чтобы доказать правительству в азиатском регионе, что онкорегистры играют очень важную роль для Министерства здравоохранения. И следующий слайд. А, это был слайд, которым я уже рассказал, но об этом мы уже, собственно, и поговорили. Продолжение следует...